Если мы не оспариваем экспансивность жизни, то должны согласиться с тем, что если человек не станет носителем этой экспансии, то рано или поздно жизнь заменит его на более удачный носитель. Вот тут как раз и можно вспомнить прогнозы о старении человечества. И как же человек может справиться с такой глобальной задачей? Такая серьезная задача требует участия всего общества. Одним распухшим от денег Илоном Маском тут не обойтись. Понадобится создание очень серьезных инструментов. Какова разница между палкой-копалкой и экскаватором? Чем проще инструмент, тем меньшее влияние он оказывает на жизнь. Чем глобальнее воздействие на природу, тем более сложные потребуются инструменты. Тем большее количество людей должно принимать участие в их создании и применении. Очевидно, успешное применение немыслимо в рамках биологической конкуренции внутри коллектива, ибо коллектив развалится и не сможет оказать требуемое воздействие. Характер же производства, как мы помним, является общественным, а не частным. И слоев в этом общественном очень много. От воспитателя детского садика до ученого. Очевидно, что глобальность задачи потребует не только вовлечения всех людей, но и оптимального использования всех ресурсов. Для чего потребуется какой-то план. Сложность задачи предполагает отдачу всех сил каждым человеком. А что у нас есть более важного, чем интеллект? Следовательно, общество в процессе решения этой задачи должно быть устроено так, что каждый член общества достаточно интеллектуально развит, чтобы понимать, что он делает и зачем. Только так большой коллектив может достичь качества, необходимого для выполнения такой задачи. Итак, либо экспансия, соответствующая природе человека, либо неизбежное старение и вымирание вида. Жизнь есть непрерывное движение. И если человек не развивается, он деградирует. Какая же общественная формация может соответствовать такой задаче, стоящей перед человеком, как перед особью? Может ли капитализм решать такие задачи? Нет. И не потому, что капитализм технически несостоятелен. Как раз наоборот. Но решение такой глобальной задачи не принесет капиталисту прибыли. Если же капиталист возьмется за решение такой задачи бескорыстно, то превратится в социалиста. Это уже не капиталист. Могут ли люди в обществе конкуренции решать одну общую, единую задачу? Нет. Они ее не смогут даже сформулировать. Это уже не говоря о том, что для решения такой задачи прежде всего необходимо решить проблему голода, бедности. Причем в масштабах планеты. Потому что если нам нечего кушать, конечно, мы прежде всего будем решать проблему выживания здесь и сейчас. А не какие-то там глобальные задачи. Да и зачем это капиталисту? Капитализм есть четкое деление на так называемое успешное меньшинство и остальных, обеспечивающих комфортную жизнь, успешных, всего добившихся, как вы понимаете, самостоятельно. Эти успешные стоят во главе системы и глупо верить, что их интересует хоть что-то, кроме прибыли. Что их интересуют проблемы большинства. Большинство должно потреблять и работать, чтобы потреблять. Ну, иногда еще воевать. Капитализм интересует большинство лишь постольку, поскольку оно может обеспечивать процветание меньшинства. Грубо говоря, дотянуть до зарплаты, оплатить кредиты и потреблять, потреблять, потреблять. Только при коммунизме человек может быть свободен от необходимости бороться за ежедневное выживание. Только при коммунизме возможно равномерное распределение материальных благ и их использование в интересах всего общества. Только при коммунизме общество может поставить перед собой глобальную задачу, отличную от непрерывного обогащения так называемых элит. Следовательно, коммунизм объективен и предопределен как единственно возможный способ решения глобальной задачи распространения жизни. И не только не противен человеческой природе, но и полностью с ней согласуется, соответствует ей. Либо решение глобальной задачи, соответствующей природе человека, либо старение и назад, в деградацию и в варварство. Получается, что коммунизм биологически неизбежен.